Один из крупнейших апокалипсисов, пережитых человечеством, произошел около 74 тысяч лет назад на территории нынешней Индонезии. Это было извержение супервулкана Тоба, самое крупное извержение на Земле за последние 2 миллиона лет. Даже трагедия Помпеев, когда вулкан Везувий уничтожил весь город, не была столь масштабной. Во времена извержения Тоба человечество оказалось как никогда близко к вымиранию. И проблема была не в самом вулкане, а в последствиях извержения. Некоторые исследования предполагают, что выжить смогли от 3 тысяч до 10 тысяч человек. Во время катастрофы Тоба выбросил миллионный тонн вулканического пепла и сажи. Это облако распространилось по небу, закрыв солнце в Индии, Индонезии и над Индийским океаном. Ученые утверждали, что мир на несколько десятилетий погрузился в вулканическую зиму. Выгляните в окно в пасмурную погоду. Видите, как серые облака закрывают небо. Но тем не менее облака пропускают солнечный свет. Во время извержения Тоба все было гораздо хуже, поскольку диоксид серой, содержащийся в вулканическом пепле, отражал солнечный свет. Пыль и пепел долго не оседали. Возможно, они разлетелись по всей планете, уничтожив множество живых существ. Многие растения не могли выжить из-за недостатка солнечного света. Кроме того, температура Земли понизилась на несколько градусов, что привело к новым бедам. В современном мире температура не так сильно влияет на жителей городов. Но для природы даже незначительные изменения могут повлечь за собой катастрофические последствия. Например, растения и насекомые могут жить при одной и той же температуре тысячи лет. Резкое похолодание уничтожает их. В итоге почти все животные не получают достаточно пищи, чтобы прокормить потомство. Популяция всех существ в дикой природе сокращается. Древние люди того времени выживали, охотясь на травоядных и собирая ягоды, фрукты и грибы. Но извержение уничтожило почти все это. Кроме того, недостаток света вызвал нехватку витамина D. В результате люди голодали, а также находились в сильной депрессии. Однако некоторые ученые считают, что многие люди пережили этот период достаточно легко. Особенно те, кто обитал на побережье Южной Африки. Океан получил от катастрофы самый незначительный ущерб. И племена, жившие у воды, поймали много рыбы. Пока эта версия не доказана. Ученые все еще пытаются составить точную картину развития человечества после этого вулканического апокалипсиса. После извержения вулкана Тоба, когда Солнце наконец-то прошло сквозь серые тучи, а пепел осел на Землю, природа и люди начали восстанавливать прежний баланс. Но не успели наступить теплые времена, как разразился ледниковый период. И эта проблема была гораздо серьезнее, так как длилась тысячи лет. Снижение солнечной активности и изменение орбиты Земли привели к сильному падению температуры. Вечный холод охватил почти весь земной шар, заставив живых существ мигрировать и бороться за выживание. Такие мощные животные, как мамонты и соблезубые тигры, не смогли пережить ледниковый период. Но люди приспособились к новым погодным условиям. Они прятались в пещерах, разводили костры и совершенствовали свои охотничьи навыки. Поэтому в некотором смысле ледниковый период сделал человечество сильнее. В современном мире такая погода может вызвать значительные проблемы для мировой экономики и привести к финансовым кризисам во всем мире. Последний эпизод, похожий на ледниковый период, произошел в начале 19 века. Вулкан Тамбора в Индонезии взорвался и выбросил в небо миллионный тонн пемзы, сажи и вулканического пепла. Люди, жившие на вулканическом острове, приняли на себя главный удар в первые несколько минут. Но затем последствия извержения стали доходить до всего мира. Вулканический пепел снова заблокировал солнечный свет и привел к одному из самых холодных годов в Северной Америке и Евразии. Этот год – 1816, известен в истории как «Год без лета». Облако пепла повысило влажность и понизило температуру во многих районах. Летом 1816 года в Центральной и Западной Европе и Северной Америке влажный климат и холод уничтожили урожай. Цены на товары выросли, и бедные люди потеряли доступ к продовольствию. Пострадали также логистика и транспорт. В то время люди использовали лошадей для передвижения. А поскольку овес тоже стал дорогим, многие не смогли позволить себе содержать животных. Есть версия, что эти обстоятельства вдохновили изобретателя Карла Дреза на создание первого в мире велосипеда. Также существует теория, что извержение тамбуры подарило нам Франкенштейна. Несколько писателей, в том числе Байрон и Шелли, собрались на виле в Швейцарии, где начали писать фантастические рассказы. Плохая погода и дождь за окном вдохновили Мэри Шелли на создание истории о докторе Франкенштейне и его монстре. В 30-х годах В 30-х годах произошла еще одна катастрофа, но на этот раз она была вызвана не только природой, но и людьми. В то время многие страны сильно зависели от сельскохозяйственных культур. Огромные территории были засеяны ими. Люди чрезмерно увлеклись земледелием. Поэтому, когда начиналась сильная засуха, почва быстро истощалась. В земле заканчивались питательные вещества, необходимые для роста пшеницы и кукурузы. Это привело к тому, что верхний слой почвы превратился в мелкую пыль. Затем западные и восточные ветры обрушились на американские штаты Колорадо, Небраска, Техас и Оклахома. Они подняли пыль в воздух и образовали густые облака. Этот период считается самым сложным временем Великой депрессии. Его называют «пыльный котел». ООН продолжался 8 лет и заставил многих людей покинуть дома и переехать в другие штаты. Пыльные бури были настолько сильными, что заслоняли солнце в Вашингтоне. Целые города были засыпаны дождем из песка, что вызывало проблемы с дыханием. Даже капитаны кораблей в Атлантическом океане сообщали о загрязненном воздухе. Мощные землетрясения, извержения супервулканов, наводнения, пожары и ураганы сметали с планетой целые виды животных. Но человек всегда выживал в самых сложных условиях. Поэтому не стоит волноваться о следующей глобальной катастрофе. Люди справятся с ней. Скорее всего. Но что, если произойдет какая-то глобальная катастрофа? Например, упадет огромный метеорит или атмосфера будет отравлена. В этом случае лучше всего будет найти отдаленный остров. Или полететь на Луну. Главное, чтобы была возможность вернуться. Ведь рано или поздно апокалипсис закончится, и Земля будет как новенькая. Хочется верить. Другой вариант – спрятаться в подземном бункере с большими запасами еды и кислорода. В мире проживает около 8 миллиардов человек. Для того, чтобы человечество после апокалипсиса смогло постепенно восстановить свою численность, будет достаточно от 100 до 500 человек. В мировой истории были случаи, когда небольшие племена численностью в несколько сотен человек жили веками и даже тысячелетиями. Однако нам придется покинуть мегаполисы. Большие города только импортируют продовольствие. Они сильно зависят от фермерских полей и урожая. Во время глобальной катастрофы никто не будет поставлять продовольствие в города. Голод приведет к полному хаосу. Чтобы жить хорошо, людям придется бежать из городов и повторить практику тех, кто жил в раннем неолите. Это было около 12 тысяч лет назад, сразу после окончания последнего ледникового периода. Люди в то время жили обособленно в небольших деревнях. Население каждой из них составляло от пары сотен до тысячи человек. Они жили самостоятельно, обеспечивали себя едой и создавали большие семьи. Но на самом деле это не такой уж плохой вариант после апокалипсиса. Выращивать овощи на небольшой ферме, есть здоровую пищу и наслаждаться природой.